Приветствую вас. Знаете, я бы сказал для начала, что желательно было бы пообщаться с вами как бы все-таки, знаете, ну, лично, да, они не вот так вот в формате ответ вопрос, потому что мне кажется, что это создаёт непонятки, вот. Мне так кажется, мне так видится, потому что вы написали на эмоциях, это чувствуется, что вы написали на эмоциях, конечно же, вот. Но, от этого, грубо говоря, понятней ситуация не стала, да. То есть, как развивались ваши отношения, что в них произошло. Началось всё с того, что ваша жена, она сказала, что давай будем спать в разных комнатах, а я с тобой не высыпался. Вот. То есть, почему так произошло, да? Почему вы терпели? Ну, терпели, я имею ввиду, как бы ничего не сказали, да, ну, вот, своей, ну, своей жене. То есть, видимо, она поняла, что может вот так вот вести, ну, вести себя с вами, ну, вот, и это будет абсолютно нормально, вот. То есть, это вопрос вашей самооценки, да, это вопрос личных границ ваших и так далее. Мне кажется, что это очень важный момент, потому что от того, как вы себя ставите в отношениях, да, зависит, собственно, и то, как эти самые отношения будут развиваться. Поэтому мне думается, что это так. Дальше, значит, вы говорите, что её сын, значит, начал вас оскорблять, а она ему ничего не говорила. Вот. То есть, как бы, тут тоже история, ну, достаточно такая, я бы сказал, деликатная, да, в том смысле, что вы ждёте от именно неё, чтобы она вас, грубо говоря, защищала, чтобы она, грубо говоря, что-то делала для вас. При этом, мне никогда не совсем понятно, почему вы с сыном, её сыном, раз уж вы жили вместе, да, не смогли найти общий язык, вот это вот, как мужчины, да, это ваша прямая задача. Найти общий язык с ребёнком. Тем более, если вы, ну, как бы его взяли, да, тем более, если вы взяли на себя ответственность за него и так далее. То есть, совершенно очевидно, что здесь вы, ну, видимо, что-то делали не так, здесь явно что-то, что-то не так. Здесь явно, либо вы не поняли свою жену, либо жена вас не поняла, либо вы себя не совсем верно и адекватно поставили в отношениях, либо, 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 либо что-то ещё произошло, вот, потому что, ну, понимаете, да, не будет ребёнок просто так вот вас изграблять, вот. Ну, и ответственность, ответственность, это очень важная история, потому что именно от того, как вы себя поставили, да, именно от того, как вы показали, что можно по отношению к вам, что нельзя по отношению к вам, и зависит, собственно, то, что вы, вот, будете, ну, то, что вы будете делать, то, как, как дальше будут строиться отношения, ну, вот. Не совсем понятно, как конкретно вы со своей женой выстраивали отношения, то есть, грубо говоря, что вас объединяло, а друг, ну, вот, друг другом, что именно вас сблизило, вот. Совершенно очевидно, что такие факторы были, но что это за факторы, не совсем понятно, вот. Поэтому здесь, конечно, нужно смотреть, выяснять и уже тогда корректировать, вот. Дальше, значит, вы пишете, что вы попросили, чтобы её сын поехал к бабушке на каникулы, то есть, по сути, по сути, вы признали своей жене, что с ребёнком не справляется, правильно? Ну, по сути, так получилось. Вы признали своей жене, что с ребёнком не справляется, вот. И просите, чтобы она, чтобы он уехал, да, чтобы там это вам тяжело. Ну, ну, возникает вопрос, если вы не принимали ребёнка своей жены от первого брака, что, может быть, вы её саму не до конца принимали. Понимаете? Понимаете, какая история? И она это не могла не чувствовать. Не могла не чувствовать, что вы её не принимаете. Вот. Что вы там, ну, не знаю, может быть, сомневаетесь в ней или что-то ещё. То есть, тут история именно, опять же, в том, что вас объединяет с ней с женой, я имею ввиду. Потому что, пока что, пока что, не очень понравится. Далее, вы говорите, что у вас есть дочь. Опять же, важный момент. Как вы пришли к дому, чтобы, ну, завести ребёнка? И совершенно очевидно, что для этого нужны были какие-то решения, для этого нужен определённый уровень доверия между вами и так далее. То есть, вот, ну, поясните, пожалуйста, этот момент. На мой взгляд, это важно. Очень важно. Так? Дальше. Вот. Вы говорите, что вы терпели какие-то вещи. Я, конечно, не знаю, но думаю, что терпеть какие-то вещи, это не совсем адекватное дело. Почему? Потому что, значит, проверяя на прочность своё терпение, вы не красите себя, вы не обогащаете себя, вот. Вы не делаете себе лучше, легче и так далее. А наоборот, скорее, лишь только, ну, вредите, вредите себе. Вот. Поэтому нужна субъективная сторона, почему вы терпели то или иное отношение. Тем более от ребёнка и по какой причине вы не могли найти общий язык с ребёнком. Вот. Единственное, что я могу, вот, предположить, сейчас только, это то, что вы сами со своим отцом, да, не ладите. Ну, опять же, я не уверен, я не знаю, я говорю, поговорю просто, как мне видится. Дальше, значит, так. Она начала при дочери оскорблять. Ну, опять же, почему она это делает? Соня ей сказал, что больше так жить мы не можем. Я был на работе, она собрала вещи и всю мебель, которую мы купили семью. И вызвала отказ, и он вывез, это всё. Забрала дочь и уехала. Дочерью видеться не даёт. Слушайте, Андрей, если это произошло сегодня, если я правильно вас понял, это произошло сегодня, то не совсем понятно, как она может вам не давать видеть дочеру, ну, не давать видеться дочеру, если только произошло сегодня. Дальше, почему она вас оскорблять начала? Вот. Тут варианта два. Либо она вас изначально использовала, и вы их позволяли сюда использовать. Либо вы делали что-то, что ей не нравилось. Вот. Игнорировали её. И теперь, теперь она, вот по сути дела, да, взорвалась. Вот. То есть, ну, люди, что-то так, не уходят. Вот. Что касается мебели, что касается мебели, то здесь, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, а... Решать нужно вам, то есть, как вы для себя это видите. То есть, если вы решили, грубо говоря, что всё, да, и что вы больше не семья, то, наверное, тут только суть. Потому что она, ну, не имела права выложить мебель, которую вы купили в семью, это ваше совместно нажитое имущество. Вот. И вы имеете право, ну, как минимум, на половину. Вот. Если вы покупали это. Что касается дочери, то та же самая ссора. Она не имеет права не давать вам видеть смешные, при условии, если вы, ну, ведёте себя корректно, вот, адекватно и, там, ну, не нарушаете никаких правил, никаких границ, ничего. Вот. Далее. Вы пишите о том, что вы боитесь, что у неё кто-то есть. Допустим, допустим, у неё кто-то есть, но, что это значит для вас, что у неё кто-то есть? Ведь она же уже, по сути, ушла от вас. Вот. То есть, чего вы хотите вернуть семью, тогда нужно анализировать и смотреть, что именно с вами произошло, если вы хотите семью вернуть. Если вы боитесь чего-то, потому что, ну, например, вам неприятно или что-то ещё, то это уже ревность, скорее. И с ревностью нужно разбираться отдельно. Если вы чувствуете именно личный какой-то вот негатив свой, то это тоже нужно разбираться отдельно. То есть, нужно отдельно смотреть, с чем это связано. Вот. Пока что, пока что, я не очень понимаю, какой помощи вы хотите, помощи в чём вы хотите. Вот. Я понимаю, что вы сейчас находитесь в сильном эмоциональном состоянии, да? То есть, у вас вот. Это вам нелегко сейчас. Я это понимаю. Но, так же и вы поймите пожалуйста, что я, ну, вот лично я, да, не совсем понимаю, с чем именно вам помочь. То есть, мне надо добраться в характерах ваших отношений. Вот. Если мы разберёмся в характере отношений, поймём, что у вас за отношения вообще такие. Что они вообще из себя представляют. Что тогда можно уже говорить и о какой-то помощи вам. А так, на данный момент, как вам помочь, ну, вообще говоря, непонятно. С какой помощью вы хотите. Вот. Вы пишите, что боитесь за дочь. С чем это связано, что вы боитесь за дочь? Если у вас есть основания полагать, что мать не будет выполнять должным образом свои родительские объявленности, то первое, что нужно сделать, это обратиться в правоохранительные органы, в полицию. Вот. Цель, чтобы они её нашли и, соответственно, взяли у неё ребёнка, если действительно имеет основания. Да, это для этого. Но имейте в виду, что если вы так поступите, то шансов на возврат семьи у вас уже не будет. Это такой момент. Следующий момент заключается в том, что если она не выполняет надлежащим образом свои родительские обязанности, то как же вы тогда связали свою жизнь с такой женщиной. Вот. Ведь совершенно очевидно, что сделали вы это, ну, довольно сознательно. Вот. То есть тут, как видите, опять же стоит актуален вопрос о именно характере ваших отношений. Именно о том, что это значит для вас, что она значит для вас, что отношения ваши с ней значат для вас. Вот. И вот только в таком ключе и можно разбираться. Как видите, вопросов больше, чем ответов на данный момент. Поэтому я рекомендую вам выбрать себе психолога и довериться ему, да, довериться специалисту. И подробно обо всём рассказать уже на личной консультации, где можно будет задать вам вопросы уточняющие, где можно будет понять, чего вам хочется. Вот. Вот. И, собственно, двигаться дальше. Вот. Понимаете, да, о чём идёт речь? Я надеюсь. Вот. Ну, если вы реально хотите исправить эту ситуацию, если вы действительно, действительно хотите, изменить её, если это именно, именно, вот, желание, да, её изменить, а не просто, грубо говоря, ну, поплакать. Вот. Вот. То есть я понимаю, да, я прекрасно понимаю, что вам нелегко. Вот. Но это ничего не меняет. По большому счёту. Опять же. Да? Вот. Надеюсь, вы, а, значит, сделаете выводы. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.